Александр Алешин почти всю жизнь посвятил сохранению жизни, здоровья и работоспособности сотрудников производства. В должности руководителя службы охраны труда работает уже 41 год. До выхода на пенсию состоял в госинспекции, а потом перешел на работу в муниципальные предприятия. На семинар пришел, чтобы лучше разобраться в новых правилах охраны труда, которые вступили в силу с начала этого года. В настоящее время большое внимание уделяется профессиональным рискам, чтобы в организациях уже работа строилась непосредственно, так сказать, с организацией шла инициатива. Особое внимание на семинаре уделили высотным работам. Они относятся к одним из самых опасных. Правила по охране труда сейчас усложнились, но сократились риски для работодателя. Теперь работник проходит более тщательное обучение и инструктаж, чтобы обезопасить не только себя, но и свое руководство. Правила изменить в лучшую сторону. Было уточнено много основных понятий, были уточнены основные аспекты, связанные с персоналом, например. Поэтому я считаю, что это вовлекло полезные нововведения в новой редакции. С января этого года количество правил сократилось. Раньше их было более сотни, теперь 41. Это произошло из-за объединения многих требований в единый документ. Однако каждый работодатель может ввести дополнительные правила для своих работников. На настоящий момент работодатели должны реагировать не на факт уже совершившихся несчастных случаев, профессиональных заболеваний, нарушения требований охраны труда, но реагировать уже на потенциальные возможности, которые могут привести к этим самым негативным последствиям. Семинар прошел в рамках выставки энергетика из ЖКХ, поэтому особое внимание уделили и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, 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 Продолжение следует...